Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божье Слово может помочь вам в повседневной жизни. Кто из вас в церкви уже более 20 лет? Возможно, для вас церковь Волна — это не первая церковь. Я до этой церкви был в двух церквях, а верующей я уже 35 лет. Но за всю свою жизнь я был всего в двух церквях перед тем, как стать пастором этой. Бывают моменты, когда кто-то приезжает в церковь, а его репутация уже пережает его. Вы никогда не видели человека, но уже знаете о нем. Когда в церковь приезжает гость, и вы о нем уже много слышали, то не всегда получается так, что вы ожидали или слышали. Вы думаете, что-то не так, что случилось. Кажется, что у спикера не все получилось. Кажется, что он или она не смогли попасть в струю того, что происходило в тот день в церкви. Понимаете, о чем я? Я помню случай, когда один известный певец и евангелист приехал в церковь, в которой мы с Энди и Шерон выросли. Его репутация обогнала его. Мы с восторгом ждали его команду. Я знаю, что у всех может быть неудачный день, но дело было не только в этом. У него ничего не получалось, хотя репутация у этого человека была просто безупречной. Я помню, как этот человек пошутил, но никто не засмеялся. Затем он произнес еще одну шутку. Нужно смеяться над шуткой проповедника, даже если она неудачная. Затем он попытался сказать еще что-то, но все уже пошло по наклону. Потом он спел песню, и она тоже не зашла. Затем он сказал, а у кого есть свидетельство о Божьей благости в вашей жизни? У новообращенных всегда есть какая-то история. Он вызвал одного такого юношу вперед, тот поднялся на сцену, а он вышел из здания. Он сказал, я не вернусь, эти люди меня не принимают. И я подумал тогда, а что это вообще было? Меня, как юношу, который хотел стать проповедником, это очень озадачило. Слава и репутация этого человека опережала его, но что-то случилось. Не было связи между проповедником и аудиторией. Возможно, вы встречали таких лидеров. Вы много слышали о них и ждали встречи с ними, но что-то было не так. Я хочу сказать вам, что в Библии есть ответ на это. Я считаю, что есть два помазания. Первое помазание — это Божие. Никто не может сделать ничего сверхъестественного без божественного сверхъестественного помазания и силы. Я видел, как Бог делал удивительные вещи в моей жизни. Я молился за людей. Я даже видел, как мертвый младенец воскрес из мертвых. Я видел, как человек с помощью силы Божьей исцелил другого человека от ВИЧ-инфекции, и это было задокументировано. Я видел, как люди исцелялись от повреждений нервов и мозга. Я видел, как Бог исцелял людей от различных заболеваний. Конечно же, величайшее чудо — это чудо спасения. Я не могу никого спасти. Я не могу никого привести на небо, но с Божьей силой я помазан проповедовать Евангелие. Мы не можем делать ничего сверхъестественного без божественного помазания на нашей жизни. Аминь. Итак, первое помазание — это божественное помазание. Иисус сказал так, «Дух Господа на мне, и Он помазал меня проповедовать благую весть». Сам Иисус осознавал важность помазания от Бога. Вы меня слышите? Я хочу показать вам цель этого помазания в Ветхом Завете. А затем я покажу вам, как этот же принцип применим в Новом Завете. Первая книга царств, 16 глава. Это прекрасная история о том, как Бог выбирает нового царя. Он отверг царя Саула и решил поставить нового царя. За этим он обратился к Самуилу. И вот что он сказал Самуилу. «Пойди в дом Иисея. Один из его сыновей будет царем». Самуил не очень хотел это делать. Он сожалел о том, что Бог отверг Саула. Но в конце концов он берет елей и идет помазывать нового царя. Затем был процесс отбора среди всех сыновей Иисея. Самуил спросил, «А у тебя есть еще сыновья?» Да, есть еще Давид, он был в поле, пасовец, когда пришел пророк. Пророки всегда видят все первыми, поэтому они и являются пророками. Они видят все раньше других. И Самуил ищет нового человека, чтобы помазать его. Его помазывал не Самуил, а Бог. Но Бог использовал Самуила для этого. Надеюсь, вы понимаете это. Затем Библия говорит, «И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. Все его братья стояли там и наблюдали за тем, как пророк Самуил помазывал его. «У Самуила была безупречная и надежная репутация. Именно Самуил помазал Саула на царство». Это тоже интересно. Бог изначально не хотел, чтобы у Израиля был царь, но люди сказали, «Мы хотим иметь царя, как все остальные народы». Бог не хотел, чтобы у них был царь-человек. Бог сам хотел быть их царем, но Бог пошел людям на уступки и сам выбрал для них Саула. Интересно, что когда Самуил помазывал Саула на царство, у него была фляга с елеем. Иными словами, это был сосуд, сделанный людьми. Бог намеренно сказал Самуилу сделать это, потому что Саул не был Божьим выбором. Это вы хотели люди. Видите, Бог дает вам то, чего вы хотите. Запомните это, пожалуйста. Сосуд, из которого Самуил помазывал Саула, был сделан человеческими руками. Но в этом случае Бог сказал взять рог и наполнить его елеем. Речь идет о роге животного, созданного Богом. Иными словами, это был Божий человек, Божий выбор. Вы меня слышите? И вот приходит пророк, и в присутствии отца и братьев, помазывает его. И с того дня Дух Божий сошел на Давида в силе. Это было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Дух Святой не был доступен так, как сегодня. Он время от времени сходил на людей. Библия говорит, что с того дня Дух Божий был на Давиде в силе. Вне всяких сомнений, с тех пор, как Дух Божий сошел на Давида, он стал могущественным лидером. Вы не можете сделать ничего могущественного и сверхъестественного без Божьего помазания. Всем нам нужно Божие помазание на нашей жизни. Библия говорит, что с того момента Давид стал могущественным. С того момента он функционировал в сильном помазании, которое сегодня доступно каждому из нас. Иными словами, если вы занимаетесь бизнесом, Бог помазывает вас так же сильно, как он помазал Давида на царство. Но помазание, которое вы получили, постоянно пребывает на вас. А в Ветхом Завете оно приходило и уходило. То есть временами было на человеке, а во все остальное время оно пребывало с Богом. А в наше время оно остается. Призвания и дары от Бога, они ведь не приложены. В деяниях написано, «Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Я хочу предложить вам внести свое имя в этот стих. «Бог помазал вас для всего, чем бы вы ни занимались». То же помазание, которое сошло на Давида, доступное вам в Новом Завете. Это Божие помазание. Бог помазывает нас для того, чтобы делать добрые дела. Цель помазания не для вас, не для того, чтобы ваше имя прославлялось. Иисус сказал, «Дух Божий помазал меня для чего-то, для чего-то сильного, для того, у чего есть цель». А затем Он перечисляет эти цели его помазания. Помазание не для того, чтобы прославить ваше имя или принести вам что-то. Оно для исцеления слепых, глухих и для провозглашения Благой Вести, для исцеления разбитых сердец. Прославьте Бога за это кто-нибудь. Итак, помазание всегда для других людей. Вы не оставляйте отметку на Библии всякий раз, когда кто-то исцеляется под вашим помазанием. Оно не для того, чтобы сделать вас более известным или более важным человеком. Без помазания Божьего вы никто. Вы просто ноль. Никто и ничто. Но с божественным помазанием. Когда вы понимаете, что оно не для вас, когда вы понимаете, что оно не для того, чтобы вы оказались тут, на сцене, с микрофоном, такой красивый. Нет. Вы берете в руки Библию и проповедуете человеку, даете ему что-то. Но это не от вас. Это от Бога. Когда вы знаете, что оно не для того, чтобы вы стали богатым и успешным, но чтобы вы подняли бизнес, который даст работу многим людям, принесет благословение городу и экономике. Когда Бог дает вам что-то, это всегда для других. Вы не можете делать ничего сверхъестественного без первого помазания. Без первого помазания нет и второго помазания. Кто знает, каково оно, второе помазание? Спасибо за ваш вопрос, проповедник. Вторая книга царств, вторая глава, отвечает нам на этот вопрос. «Царь Саул уже умер». Обратите внимание, пророк пришел и сказал однажды, «Ты будешь царем». Но он еще не царь, не так ли? Он помазан, чтобы стать царем, но он еще не был царем. Царем был другой человек. Его звали Саул. Мы знаем историю Давида. Давид убил Голиафа, не так ли? Давид был помазан и музыкантом. Он играл под помазанием Святого Духа и помогал Саулу, которого терзали злые духи. Вы меня слышите, да? Раньше люди пели «Саул убил тысячи», а Давид — десятки тысяч. Он был помазан пророком, чтобы стать царем, но он еще не царь. Много лет Давиду пришлось спасаться бегством, потому что Саул узнал, что его дни сочтены. У него ушло много времени на то, чтобы стать царем. Прекрасная история. У нас нет времени, чтобы ее читать, поэтому прочтите ее дома. Библия рассказывает об одном человеке, у которого было много пастухов. И Давид позаботился о том, чтобы никто не нападал на его пастухов и Атары. Он кормил их, обеспечивал им безопасность. Затем Давид стал скрываться от Саула, и он решил найти этого человека. Он отправил к нему гонцов с такими словами. «Мы были добры к твоим людям, а теперь мы нуждаемся в твоей помощи. Нам нужна пища, вода и пути к отступлению. Я, Давид, прошу тебя об этом». А этот человек ответил, «Кто такой Давид? Если я начну раздавать пищу и воду всем подряд, то мне самому ничего не останется». Давид был в бешенстве. Он собрался пойти и убить его. Также в его доме всех мужчин, женщин и детей, потому что Давида это просто достало. Он скрывался от Саула и думал, «Если я помог тебе, то ты поможешь мне». Но этот человек не проявил никакого уважения и никакого признания. Его звали Навал. Его жену звали Авигея. Она узнала, что Давид хочет прийти и пошла к нему со всем, о чем он просил. Она сказала ему, «Не делай этого. Однажды ты станешь царем. Не делай это своей репутацией. Не нужно, чтобы люди думали, что ты злой и мстительный». И Давиду хватило мудрости. Библия говорит, что она была красивой, а ее муж был злым человеком и думал только о себе. Библия говорит, что она спасла жизнь своему мужу. Давид послушал ее и поблагодарил ее за мудрость. Давид имел помазание от Бога, и он не хотел испортить то, что Бог приготовил для него. Даже в самый плохой день Бог послал к нему человека, чтобы спасти его репутацию. Но я хочу показать вам второе помазание, потому что все это было предысторией. Итак, теперь Саул мертв. Я был в том месте, где умер Саул в Энгеде. Я был в этом месте в Израиле. Очень сильное место. Когда я рассказываю вам об этом, то сразу же вижу это место. Я стоял на том холме, где все это произошло. Итак, Саул умер, и Давид не знал, что ему делать. Думаю, он помнил тот день, когда пророк помазал его. С того дня Дух Божий сошел на него. Вы слышите, да? Об этом сказано во второй книге царств, второй главе. Если вы посмотрите на первый стих, там об этом как раз говорится. После сего Давид вопросил Господа, говоря, «Иди ли мне в какой-либо из городов Иудинах?» И сказал ему Господь, «Иди». И сказал Давид, «А куда идти?» И сказал он, «В Хеврон, и пошел туда Давид, и обе жены его, Ахинаама, изреэлитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе в Хевроне. А теперь внимание. И пришли мужи Иудины. Мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудином. И донесли Давиду, что жители Иовиса Галаадского погребли Саула. Итак, люди, мужи Иудины, пришли из своих мест в Хеврон, и уже они помазали его. Самуил помазал его, чтобы он был царем, но когда люди помазали его, он стал царем. Второе помазание полностью зависит от первого. Второе помазание никогда не произошло бы, если бы не первое помазание. Но когда люди помазали его, они сказали, «Давид, мы тебя признаем. Мы выдаем тебе сертификат подлинности. Ты дважды мог убить Саула, но не сделал этого. Ты мог бы уничтожить Навала, но не сделал этого. Ты убил Голиафа, медведя и льва. Ты защищал оец. Ты был верным, и мы признаем, что ты надежный, и у тебя безупречная репутация». В результате, когда людям нужен был новый царь, люди сами пришли к нему. Это происходит только благодаря постоянству во времени. Этот тип помазания приходит только в служение, заслуживающее доверие. Это помазание приходит только с признанием незапятнанной репутации. Это помазание приходит только, если есть доказательство зрелости. Вы можете иметь первое помазание, но есть что-то могущественное в получении помазания от людей, которые знают вас, любят вас, доверяют вам, уважают вас и признают, что на вас Божья рука. Люди признают вас того, кем вы являетесь. Бог помазал его на царство, а люди помазали его, чтобы он стал царем. Давид убил Голиафа. Он был верным. У Иосифа был сон. «Однажды я стану правителем мира. Солнце, луна и звезды склонятся предо мной». Это был помазанный сон, данный силой Святого Духа. Но только 18 лет спустя, когда Иосиф прошел некоторые испытания, доказал свою чистоту, свою верность и свою зрелость, его вытянули из тюрьмы и перевели во дворец. Именно в тюрьме Иосиф истолковал сон одного из приближенных фараона. И затем этот же человек рассказал о нем фараон. А когда фараон услышал о мудрости Иосифа и узнал историю его жизни, он сказал ему так. «Ты будешь во главе всего Египта». Друзья мои, вы не получите второе помазание, пока не проявите себя верным. Вы не получите это помазание лишь за то, что являетесь могучей мышью. «Я пришел, чтобы спасти ваш день». Оно приходит за верную работу в своей группе. Оно приходит, если вы верно приходите на работу, исполняете свои обязанности и зарабатываете репутацию и признание, как зрелый, верный и постоянный человек. Именно тогда Божие помазание подкрепляется помазанием от людей. И люди говорят, «Мы выбираем его». Не доверяйте тому, кто не прошел испытания временем и не проявил себя зрелым служителем. Хочу, чтобы вы сказали «Аминь» на это. Лишь потому, что человек на телевидении или на радио, лишь потому, что у него есть визитная карточка. Второе помазание – это помазание от людей. Когда они понимают, что вы что-то прошли, я вас знаю. Я знаю и видел, как вы справились с той ситуацией. Я видел, как вы прошли тот кризис и сохранили свою веру. Я видел ваши страдания и разочарования. Не думайте, что у Давида не было разочарований. Женщина, с которой он совершил прелюбодеяние, забеременела, и ребенок умер. Как бы сильно он не молился, Бог все равно забрал того ребенка, и он пошел сразу на небо. Сердце Давида было разбито в тот момент. Великий лидер, который имеет помазание от Бога, позволяет Богу развивать его жизнь в постоянстве, чистоте и надежности. И Бог делает так, чтобы люди это заметили. И тогда они помазывают его на царство. В церковь может приехать спикер, о котором вы много слышали, но по какой-то причине он не получает помазания от людей. Но есть что-то сильное в помазании от Бога и от людей. Есть два помазания. Первое помазание это божественное. Никто не может сделать ничего сверхъестественного без Божьего помазания и силы. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stevekelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизнепослание. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пасторы, учителя, поклонники, мечтатели, займите свое место среди них, не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться ему и величать его среди наших испытаний. Этот человек являет любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним, следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Твой ой. Продолжение следует...